Чебоксарцы вновь могут задавать свои самые острые вопросы чиновникам лично. Проект «Открытый город» продолжается. Первую в этом году встречу провела заместитель главы администрации по социальным вопросам Алла Салаева. Разговор прошел в школе номер 6. В зале в основном родители нынешних или будущих школьников, учителя. Поэтому и вопросы к Алле Салаевой по близлежащим учебным заведениям. В этом районе бывают проблемы с приемом детей в первые классы. Вторая и четвертая гимназии пользуются особенным спросом среди родителей. Уже сейчас количество поданных заявлений туда намного превышает количество мест. Стремясь попасть в престижное заведение, родители оформляют временную прописку. Ну, например, во вторую гимназию подало заявление со временной пропиской 5 человек, прописанных в одной квартире. Ну, конечно, мы отдали документам в МВД, потому что это вообще в голове уже не укладывается. Это, во-первых, налоги. Во-вторых, ситуация. И, конечно, миграционная служба к нам подключилась. Все сомнительные эпизоды с временной регистрацией будут проверяться. В любом случае школы не смогут принять всех желающих. Проблему сейчас пытаются решить, переоснащая некоторые школьные помещения под кабинеты. Алла Салаева отметила, что такие изменения вскоре ждут четвертую гимназию. Там должен появиться еще один класс для начального звена. Но это может не решить проблему, а страдают в итоге дети, которые фактически, они по бумагам живут в этом районе. Приходит действительно женщина, у которой ребенок живет на проспекте Ленина. Вторая гимназия рядом из ее окна. И она не может попасть со своим ребенком в эту школу в шаговой доступности, потому что до нее встали те, у кого временная прописка. Многих родителей также беспокоят слухи о закрытии школы искусств СОЖ номер 6. Алла Салаева заверила, никто этого делать не собирается. Но менять в работе учебного заведения нужно многое, чтобы повысить качество дополнительного образования. Новшества должны внедрять и сами педагоги. Не смогли участники встречи обойти тему котлована возле четвертой гимназии. Ситуация достаточно плачевная в том плане, что строительство заморожено уже давно. Котлован, который вырод, был сделан строительной компанией. На протяжении последних нескольких лет с администрацией города вела судебные тяжбы с этой строительной компанией. Потому что получали земельный участок они на одно. В итоге стали осуществлять совершенно другие вопросы. То есть на сегодняшний день администрация города суд выиграла. Алла Салаева отметила, что сейчас разрабатывается планировка этого места. Территория будет обязательно общедоступной. Возможно, там появится спортивная площадка или прогулочная зона.